Гражданское патрулирование улиц города активистами фар не завершилось презентацией проекта. Практически ежедневно, вот уже три недели подряд, автомобиль фаровцев ездит по наиболее сложным участкам городских дорог. Сейчас мы едем на улицу 2-я лагерная. На ней у нас организована выделенная полоса для движения маршрутных транспортных средств и одностороннее движение для всех остальных транспортных средств. Там, ввиду отсутствия разметки, очень часто бывает выезд водителей на полосу встречного движения, что влечет, соответственно, решение водительского удостоверения на срок 6 месяцев. Вот мы хотим заснять отсутствие вот этой самой разметки, добиться, может быть, составления протокола об ее отсутствии. И, соответственно, будем дальше смотреть с ситуацией, чтобы у нас эта разметка там в ближайшее время появилась. Подъезжаем на место. Практически вся улица представляет собой один большой затор. Виной тому объясняет координатор фар вот этот остановочный пункт, который не оборудован карманом для маршрутных транспортных средств. Соответственно, вместе с остановившимся здесь автобусом должно стать и все движение за ним. Однако некоторые водители ждать не любят и, не наблюдая дорожной разметки, выезжают на встречную полосу, чтобы объехать препятствия. Все вот сейчас едут во второй полосе, даже в третьей, автобус объезжают три уже машины, они все являются нарушителями, подпадают под лишенческую статью. Вот за три года, что мы за ситуацией наблюдаем, нам кажется, были уже использованы все возможности для давления на администрацию. Но, тем не менее, до сих пор разметка здесь не появилась сплошная. Была бы здесь сплошная разметка, водители бы не забывали о том, что здесь возможно такое нарушение и не подпадали бы под него. Поэтому вторую лагерную автовладельцы не любят, в отличие от сотрудников ГИБДД. Сюда они приезжают практически каждый день и ежедневно штрафуют выезжающих на встречку. Вот и сегодня в сети инспекторов попались сразу два нарушителя. Нет, если бы была разметка, я бы, конечно, не нарушил, потому что при нарушении разметки уже идет до лишения прав. И еще состояние наших дорог. Не могут регулировать движение, приходится куда-то где-то поторопиться, где-то чего. А так как разметки нет, и не обращаешь внимания, и проезжаешь незаметно. На самом деле нарушителей было в разы больше. За час патрулирования около 30 водителей, игнорируя не только знаки, но и машину ДПС лезли по встречке. Сотрудники ГИБДД, видимо, не знают, что, вон они, мимо нас опять Карлс проезжает, они, видимо, забывают о том, что в их должностной обязанности является не только пресечение нарушений, но и предупреждение их, а также анализ судебной практики, которая складывается из вот этих самых лишений или штрафов. А у нас получается, что они друг на друга кивают, и при этом существует такая ловушка-кормушка для водителей, потому что не секрет, что здесь иногда водители останавливают минуты на 2-3, и они после этого уезжают. Что происходит в машине между сотрудниками и нарушителями, никто не знает. Не без подсказки координатора фары инспектор составил акт об отсутствии разметки, создающим аварийную ситуацию. Я думаю, что если протоколы будут составляться эти после каждого нарушения, которое они зафиксируют, в течение каждого дня в месяц, и по каждому протоколу будет возбуждаться административная разметка, разбирательство в отношении дорожников, которые не находят эту разметку. Я думаю, они рано или поздно задумываются о том, что проще ее нарисовать, а не штрафы платить. Но последнее слово в этом вопросе все же за мэрией, а конкретно за управлением благоустройства. Именно от них зависит, будет ли нанесена на сложном участке разметка, появится ли карман для автобусов. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.